Я так без него. Слышно всем? Не имею в небо. Последний вопрос затронули про кредиты. Это голубая мечта, фантазия любого здесь сидящего фермера. Чтобы взять этот ротный кредит, все тут знают, нужно забрать вот такой пакет документов. И в конце концов тебе отказывает. Я прихожу в банк брать потребительский кредит. Декларацию, пожалуйста. 720 тысяч прибыль. Извините. У вас недостаточно средств. Все, потребительский. Под 23%. Росвельхозбанк, присылай мне смс-ку. Вам, Вадим Викторович, есть возможность получить потребительский кредит. Как пенсионеру, под 12,9%. Пришел я туда. Все документы. В пенсию там получаю. Все. Извините. Тут у вас под 19 с чем-то. Но в конце концов выходит 22. Я говорю, ну пожалуйста, ну может же смс-ка. Это под зарплатный кредит. Ну ради бога. Я работаю перечисления. Через ваш банк. Это не то. Вам можно зарплатный брать. Ну все, до свидания. Ну по поводу чечевицы. Говорю, я первый год разочаровался, но не остановился. Я с 2014 года начал заниматься чечевицей. Я долго шел к этому. Ждал. Ну предупреждаю, кто есть тут, кто хочет заниматься. Ну там чечевицей первый раз. Если по предшественникам работали гербицидами на основе сульфо-одневмочевины. Не стоит заниматься. В течение пяти лет. Идут выпадают. Поднялась, все растет и зарает. Ну я работаю по минималке. Норма высела у меня выходит где-то 65-70 килограмм на гектар. В прошлом году мне вышло 60 килограмм на гектар на уровне высела. По поводу подготовки почвы. Почву нужно готовить идеально. Выравненность, чтобы была идеальная выравненность почвы. Потому что бодики слишком низко. Много потеет. Вот у меня сейчас я зауснула, посеял пшеницу. Она обозрала пшеницу. Падаль. Растет падаль. Нормально. Начинается сейчас. Не знаю, что будет дальше. Рентабельность. Рентабельность, я вам сказал бы, что она, можно сказать, 100%. Выгоднее, чем пшеничность. Если даже при урожайности 10 центров гектара, по 30 рублей, получается 30 тысяч гектаров. Чтобы получить эту привык, ну как это, сумажное выражение, денег на выражение пшеницы, это нужно получить 40 центров гектаров. Как полупад, кто возьмет. Хотя бывают некоторые годы, что будут берут по 45. И, опять же, считайте, затраты. Эту пшеницу перевезти, отвезти, все это, и разница есть. Ну, тут вот товарищ был, что я вам ушел, сказал, ну там занимался, хорошо будет. Ну, перепроизводство это всегда бывает. Хоть пшеницей, хоть чем занимаетесь, если будет перепроизводство, не будете мне, сами знаете, что будет. Ну, что еще, спрашивайте, что я буду отличать. Чистая привык 30 тысяч гектаров. Или, ну, валовый сбор. Валовый сбор, получается, 30 тысяч. А, сколько такая сумма, да? Что-то у расхода. Ну, я вам предлагаю посчитать пшеницу. А вот такая урожайность пшеницы встречи. Урожай, вот возьмите свою урожайность пшеницы. 25. Стипновский рейс за 10 центров гектаров. Полупад, полупад. Полупад. Я себе полупад, у меня порог нет. Стипновский рейс за 10 центров гектаров. Пшеница, чеченица. Ну, там, я в церкви культуре шею. Пайза. У нас разные зоны земледелия. Да, разные зоны земледелия. У нас Стипновский район, у нас считается, как это. Полупад, шею. А вот вопрос, его лицей. У нас люди уже готовы спросить. И члены кооператива, я бы вам хотел сказать, что хорошая новость. А для наших кооператива в том плане, что Кубань сейчас, уже основного года, ее дозуют 10% водить зианобоговых культур. Ну, и, там, многолетних подсоединений. В обязательном порядке. В обязательном порядке, да. Вот, членам кооператива, мы вступаем. Там вопросы есть еще по ценообразованию. То есть, будут какие-то льготы, членам кооператива, или все. Ну, действительно, сейчас будет такой наплыв. Цена обрушится, и все, ну, так вот. И хорошее начинание, и оно может умереть. Индия ежегодно увеличивает потребление нута на миллион, а в производстве все 8 миллионов. Ну, так, корейко. Да, просто, да, нам нужно столисти, и нам гарантия того, что мы уверенно будем смотреть в свое будущее. То есть, у вас есть контракт на перспективу уже, то есть, по определенной цене. Вот, пускай, нет, нет, любой звонка, пускай ответит, вот, сергер, потому что вопрос эксперт. Перепресс-бор, подчините, цена у вас какая получается? Ну, нерадостная. Нерадостная. Тут, что так же здесь, то, что нерадостный переход, перепресс-бор. Вот, как бы, не приходится, да. Вот здесь нету, один товарищ, ну, здесь, вот, здесь, вот, любого дитера, с работы, он сказал, у меня зядя рынок, торговал на рынке здесь. Знаете, чем? Шнурками и взятками. Купил дочку квартиру в Ростове, себе в Ростове купил, Мерседеса купил. Стал на Мерседесе ездить на рынок, все кинулись на шнурки, на... Продавать. Продавать, все, ага. Все, он бросил, ушел. Не торгуйте. Точно так же здесь. Перепроизводство есть перепроизводство. Вот, я еще не знаю, кому тут задать вопросы, надо знать. Что это такое негативное воздействие на окружающую среду? На этажу. Да? Куда эти деньги идут? Вот кто мне может сказать, а? Кто-нибудь может сказать? На Урополье в Минприрод. А в Минприрод. Ну а куда они идут? А зайдите они, по-моему, в Минприрод. На Урополье, на Неврожене, это негативное... Нет, ну вот подождите. Я покупаю... Я покупаю гербицин. Я все это покупаю. Уже в эту цену заложено... Это воздействие на негативное... Это негативное воздействие на окружающую среду. И что с фермера берут, сельхозпроизводителя, он вредит окружающую среду. Записывай. А теперь, говорит, пыль-то идет. Владимир Владимирович, а можно вопрос, как вы можете, вот, например, по 16 или по 15, любой год выберите для себя, вот, от и до рассказать вашу цепочку взаимодействия с кооперативом, просто на таком примере одного года. Какую долю в посевах у вас чечевица? Сколько вышло? Как продали? Как работали с кооперативом? Вот любой год. Да, доставка. Вот, например, урожай. Первый год я посеял чечевицу, я сказал, но я с ним летел. Я посеял ее поздновато, запоздал, она сгорела. У нас, это, 14-й год, было в начале мая дождь и 18-го августа дождь был. Температура кочка доходила до 50 градусов. Ну, она поднялась, ну, не выделяно сгорела. На второй год я посеял 16 гектар, взял 16 тонн. Десять центнеров с гектаром, по 30 рублей забрали. Я рассчитал с кооперативом, да, что за прошлый год за семьях наш убрал. Я посмотрел рентабельно. Посеял я пшеницу полупар, по чечевице. Взял по 20 центнеров с гектаром пшеницы. Полупар. В прошлом году я всеял уже 68 гектар. А сколько у вас всего? Земли? Да мне всего земли 120 гектар. Уже большую часть занимает чечевицы, правильно? Да, но это уже... А болезни? Идти прогрессивную сетку, да? Болезнь, болезнь? Земла Борович! Ну, я не знаю, я что не просто. А, это все. Ну, вот в этом году я буду сеять чечевицу по чечевице. Я не знаю, получится ли, получится ли, получится ли. Смотрите, вот вы в 16-м году посеяли, да? Да. Ну, как, я вам скажу. Я первую продал по 35, первую партию привез, вторую по 40 рублей, и третью я привез по 32. В последнее. Можно было чуть поддержать, поддержать, но сами знаете, долги, 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 долги. Ну, по дентабельности можете назвать процент? Я сказал, единственное, что процент в дентабельность. Ну, посчитайте сами, тут экономисты есть. Ну, вот с учетом дохода, смотрите. У меня было в 19-м году 16 гектар чечевицы. 30 гектар чечевицы. Там, пайза, чумиза. Вот у меня вышла чистая прибыль 720 тысяч. За 120 тысяч. Бергам готов, что отчеты не сдавал, декоративного налога еще не отчитывался. Будет больше миллиона будет принято. Ну, опять получается, долги отдали. Кредиты родные банки, как нам дают, под 20 слизистых процентов. Я признал, что выгоднее найти тех людей, кому банки дают кредиты, они потом раздают под 5 процентов. То есть не найдешь, хорошо, это выгоднее, чем брать по 23 процента кредит. 5 процентов в месяц удача. Да, 5 процентов в месяц, то это выгоднее получаешь. Смотрите, а услугами кооператива какими-то еще пользуетесь? Кроме вот продажи там под семинар. Нет, я тебя привез, семинар взял, я привез. А вы сам привозите, своим транспортом? Два раза они своим забирали, последний раз я своим привез. Если кооператив забирает у вас, вы платите за доставку? Нет, нет. А? Уже прием, как говорит Сергей Николаевич. А крови чечевицы там что-то еще выйти выращивать или у вас столько природных условий? Ну, я нут сеял, мне не понравилось, я бросил ее. А нут, как рассказывал Бимонов, он как раз для засушивания территории, для вашей нет? Почему не болтает? Не знаю, но мне не понравилось. Он мне не пошел, я бросил. То есть чечевица лучше для вас? Да, чечевица у нас лучше получается. У ней меньше болезни, чем у нута. И если кто будет заниматься, могу по секрету поделиться. Поделитесь, давайте сейчас. Ну, это уже на коммерческой основе. Ну, понятно. Все, 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 все секреты платные. Половину, когда заниматься чечевицей, зелек супер, знаете такой? Вот по злаковым с огнякам можно работать по чечевицам. По злаковым. По вегетации или по вегетации? По вегетации, по слабому инферменту. Вот там сходы только отдельной зелени. По муту, да? По муту нет, по муту я не знаю, подсчерится я работал. В прошлом году я работал подсчерится зелень. Даже рекомендация, что по старым годам. Я расширяюсь, как я понял. Да, вопрос там, да? В сале вопрос? Удобрение сколько будет? Архадеческая зима. Удобрение? Удобрение, да? Я правильно понимаю, что если мы уносили удобрение, урожай будет бы еще больше? Не знаю. Не пробовал, не знаю. Для удобрения мы не работаем. А есть кто-то, кто выращивает чайницу красную? Для кооперативных? Ну вот он не приехал, он забавел подберез. Да, вот тут у него было два поля. Вот нашли Виктора Ивановича. Виктора Ивановича Капауа им привелся. Они обработали. Одно были обработаны, другую из них. Значит, на них обработано 13 300, у них на обработано 24 300. Виктора Ивановича Капауа. То есть, почти подбойные. Ну, если... Такого балла. И вот сейчас вы посмотрите, Мурский нам взгляд на воде и ручка в наращивание. Посмотрите, энергии роста, насколько отличается. Рост канаватички, если бы обороны. Ну, и вот правда, я думаю, он остался. Еще какие-то вопросы есть? Да, спасибо. Вадим Викторович, есть еще вопросы? Маркопочечниц. Плантабельность, еще что-то. Спасибо, спасибо, Андрей. Я хочу добавить. Да-да, давай, или пожалуйста. Ну, дайте микрофон в зале, а, или нету. Ну, прежде всего, я говорю с плоду, любом дмитрии, как-то упустило о качестве семян. Самое главное, чтобы нуб был белого цвета. Это пир. То есть, сонность, это уже здоровье. А для того, чтобы он был белым, необходимо бороться с сорняками. И если к уборке есть сорняки, то любыми диссекантами, если обработать и потом собрать, то нут будет белым. Это то, что я хотел сказать по нуту. Кстати, болезней у нута, ну, из моего опыта, я 7 лет его производил. Сейчас я это. Заканчиваю уже возраст, так сказать. Но, и я начал с чего? Что первым делом я познакомился, теперь уже с профессором, вот, именно, когда он был кандидат наук, абсолютно простой человек. Приехал из Новочеркасска на своем автомобиле ко мне на поле осенью. Посмотрел сорняки, посмотрел поле, рассказал. Ну, и все эти годы я как-то работал под его патронажем. Значит, нут практически не болеет. У него есть вредители. Вредитель, самый главный, это хлопковая сона. Такой зеленый червячок до сантиметра длиной, миллиметра два толщиной, гусеницей, будем говорить. Амбарных вредителей у него нет. Ну, рекомендуют одно-две обработки. Обработка начинает в фазе ботанизации. То есть, ну, проще сказать, когда где-то процентов сорок поля у вас зацвенут, тогда вы обрабатываете. Ну, второй вредитель, у него оказывая огневка. Ну, она, так сказать, меньше, уже к этому времени ее нет, но это два вредителя. Болезни, это только когда дожди, когда грибы везли. И все, и всюду, на любой культуре. Вот, что я хотел сказать в отношении нуты. По нуту и по чечевице, это мне говорил плохо, что он не приехал в профессор, говорил мне так, не верь никогда, что есть, у нас в России нет. Зарегистрированных гербицидов. Почему даже интернет, если вы посмотрите, то везде и всюду это баранование. Это значит, надо соседи готовить после зерновых, хорошо выровнять поле, потом после посева слепое баранование, потом одно баранование, но у меня получалось одно. потому что, ну, второе, как через неделю пишут, вот, уже вы понимаете, там, где была нитка, там это уже укоренилось. Вот, по нуту, то, что я хотел сказать. Урожайность стабильна у меня была. Первый раз Любовь Дмитрина меня сосватала на это билет. Мы знаем друг друга больше 30 лет. Она меня встретила и говорит, Толя, я тебе дам семена, не надо мне денег. Начни, занимайся, а с уважаем ты вернешь. Да, так, один в двум, как Антон Галданович сказал. Первый год я ничего не получил. Ну, нут это же было давным-давно. Почему? Почему? Ну, нет бы, уже интернет есть. Ну, зайди, посмотри, чурки ненавидимы. Посел, всходы получил, офигенно. Пошел с армией. Ну, нут это же турецкие города. Ну, если мне память не изменяет, я его агритруксом обработал. И все, опустил уши. Это первый год. Ну, это было всего 9 гектаров. Потом второй год я, уже мне рассказали, я подготовил почву. Стабильно начинал с 15. Заканчивал с 18. Вот. Ну, можно было и больше получать уже. Я тут подошел, ну, и годы подошли уже 70. Вот. В таком плане. Так что, культура, ну, как все говорят, надо попробовать. Ну, пробовать можно что-то другое. Надо заниматься. Она ничем не тяжелее, чем... А если в отношении рентабельности, я понимаю, коллега, я такой же индивидуальный предприниматель, как и он. Карманы положил, вытащил, положил, вытащил. То есть, и то, по концу года. Учитывая, что по ноту, что по чечевице, технология одна и та же. То есть, поле, я тоже работал не нотил, но безотвально. У меня вот, плуг я продал давным-давно и не признаю ее. Вот. Ну, с осени деската, потом баранование и потом посев. То есть, если сравнивать пшеницу, пшеницу мы начинаем с чего? Протравить семена. Ну, в своих методичках там прочитаете. Не рекомендуют протравливать, потому что это негативно действует на азотфиксирующие бактерии. То есть, протравки нет. Насчет обработки препаратами, которые там указаны, не буду их всех называть, тоже. Это дело очень хорошее. Если обработать там ризофины и аналоги его, то это надо сделать и в тот же день максимум на следующий положить в землю. Ну, что вы сами понимаете. В отношении удобрения. У меня был агроном, 84 года прожил. Человек, который в науке пол жизни проработал, и половину проработал, он мне всегда говорил, как научишься без удобрения, и уже тебе ничего делать, то тогда давай начинай удобрить. Если культура новая, ну, хотя там же и пануты, и почечевицы, и прощете, конечно, они не столько съедают удобрения, сколько пшеницы. Это однозначно. Ну, а урожай, пусть он меньше, но это очень рентабельно. Я не могу сказать цифрой, но это очень рентабельно. Почему? Обработка, посев, баранование одно, обработка в отношении чечевицы, у нее вредители меньше. Я чечевицу не обрабатывал. Ну, то обрабатывал, чечевицу нет. Как я считал, вернее, все спрашивают, да, вот, а как цена? Вот за все эти мои годы, которые мне, ну, там, в основном занимался кожей, чечевицей, чем мы сравнили обычно культуру, которую я производим вместо подсолнечника. Это круче подсолнечка в два раза. И так стабильно появлялось. Получилось. Ну, вот, все, что я хотел сказать. Вопросы будут, значит. А техника какая у вас породили? Значит, паранилля и обычная, барана легкая, обычная. И ротер. Эффект один и тот. Да, да. Ну, это после, спасибо, вы сразу, сплошное паранование или паранование? А по всходам? По всходам одно паранование, в фазе 5-6 листов. Но у него же не 5 листиков, у него уже растет, у него на каждом листе еще десяток листиков. А посеял сплошной? Посеял сплошной. Сеялка обычная, с СЗП. Межурядие 15. Пробовал один год. Нет, почвенный гербицид можно. Можно. То есть посеял, обработал, и все. И все. Мне не понравилось. То ли гербицид нет. Нет. Эффект был, но недостаточно. Поэтому варанование более эффективно. Не знаю, у кого-то опыт есть. И опять же, почвенный гербицид это как влага, будет, не будет, сработает, не сработает. А сроки села когда-то? Ну, сроки села, что, ну там, что чечевицы, после ранних зерновых. То есть, ячмени все едут. И температура почвы, чтобы плюс 6 было. То есть, это не горох, я подчеркиваю, который там, ну, понятно, кто с Краснодарского края, там другая зона. Вот. Горох у нас обычно здесь, это 26 марта-1 октября в нашей зоне. Дальше идет Ишмей и потом Нодин. Антоний Петрович, вопрос, можно еще такой, вы по франу про технологии выращивали, а вот подобно тому, который я Марокмозу давал, вот по какому-то из годов, ну там, не знаю, прошлый, позапрошенный, когда и провал, не закончили, да, а вот работа из кооператива, можете это сказать? Значит, а что вы имеете в виду под схемой? Ну, по нуту. Мне, у меня всегда урожай, семена я забирал своим транспортом, урожай всегда забирал подирать, то есть машина приезжала. Ну, я продавал, что-нибудь, всегда с поля, ну, потому что его меньше, так сказать, прижим. Какие-то еще культуры, кроме нута, вот так оперативно выращивали, лучше, 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 очевидно, да? Да, и еще от любого дня, крайний год, хотел сказать, склероза, который на подсолнечник похож. Да, совершенно. да, сам не знаю. Всевооборот, расскажите, всевооборот, что вы, какими культурами висите, предшественники, там, там, ну, всевооборот, у меня пятипорт, поэтому. Подсолнечник есть? Да, но он занимает в крайние годы где-то 15%, не больше. С одной стороны, урожайность, я фермера стою 20 лет, вот, подсолнечник давал 36, и вот как падали со подсолнечника, как его убрать, он пойдет, если подсолнечник? Ну, как убрать? Бранование, обычно, после подсолнечника, конечно, не касается. Не сразу после подсолнечника, а он все равно, вот у нас, через три года, через пять лет, и все равно он и не, все равно есть. Ну, вы знаете, обработку, значит, обрабатывать, пока нет. Я понимаю, что она, может, на хайке, ну, как-то обходил, как-то обходил. Ну, я говорю, запасной воярт, это диссикант. Диссикантом, я, ну, за 6 лет пользовался 11. Так получилось. по качеству диссикантом влияет? Нет, нет. Диссикантом влияет на цвет нам нужен, белый, а по ноту, на схожесть. Ну, может быть. И здесь. Спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо. 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 Спасибо.